Здравствуйте, дорогие друзья! За кадром Виталий Куликов, автор понятных уроков по CMS Joomla. В этом видео мы с вами установим и настроим очень интересный модуль, который поможет подготовить наш сайт к Новому году. И вот такой вот обычный неказистый сайт, стандартный, со стандартными демо-данными, может превратиться во вполне себе новогодний сайт со снегом, с таким бэкграундом, с картинками. И причем все это дело настраивается. И картинки настраиваются, изменяются, и сами снежинки делаются побольше, поменьше. Можно газку поддать им, чтобы они побыстрее падали. Можно наоборот помедленнее сделать. Сейчас я записываю видео и возможно вам кажется, что снег падает как-то не очень плавно, но это из-за того, что битрейт маленький стоит и количество кадров не позволяет передать всю красоту. На самом деле все очень прикольно. Тут еще есть такая штучка, ветерок, можно подуть и весь снег отсюда с экрана сдует. Хопа, еще раз. Вот, вот таким образом. Для того, чтобы установить и настроить этот модуль, скачайте его в начале, ниже этого видео у меня на блоге. Модуль подходит для Joomla версии 2.5 и 3.x, так что вполне себе рабочее расширение для многих-многих людей. Переходим в административный раздел, выбираем расширение менеджера расширений. Дальше нажимаем на кнопку выбрать файл и выбираем этот файлик. Называется он модуль sjxmass. Не знаю, почему такое у него название, видимо есть тому причины. Выбрали, нажали на кнопку загрузить и установить. Есть такое дело, система говорит нам о том, что все нормально и здесь есть ссылки на разработчика. Сразу после установки можете попереходить и посмотреть, что у них там еще есть. Но нам же нужно включить этот модуль и настроить слегка. Для этого переходим в расширение менеджер модулей. И здесь находим наш модуль с таким вот названием sjxmass и заходим внутрь. Первым делом я всегда включаю этот модуль, указываю любую позицию, которая есть в шаблоне. Какую-нибудь повыше сейчас поставили, пусть это будет баннер. И скрываю заголовок. Вот три настройки, которые я делаю в правой части. Скрыл заголовок, поставил позицию и опубликовал модуль. И на вкладке привязка к пункту меню я сразу ставлю на всех страницах, чтобы не забыть. Иногда люди пишут мне, не показывается. И вот это вот как раз из-за этой настройки. Здесь стоит ни на одной странице. Так, ну и на первой вкладке в принципе можно ничего не менять. Ну, я все равно расскажу, что здесь к чему. Вот первое, Flake Color. Это цвет снежинок. Можно оставить такой, как есть. Да, можно какой-нибудь выбрать такой голубенький цвет. И вот тогда будет как-то интересно и необычно. Дальше минимальный размер снежинок 5, максимальный 8. Можно побольше поставить, там можно поменьше. Дальше минимальная скорость снежинок. Они с разной скоростью там летают. И максимальная скорость. Можно максимальную тоже чуть-ка прибавить, чтобы на контрасте можно это дело было посмотреть. Дальше скругление и тень от снежинок. В принципе можно поставить Yes, Yes. Но тогда чуть больше нагрузка будет на сайт. Потому что все-таки скругление и тень требуют дополнительных действий от скрипта. Но я поставлю, чтобы уж всю красоту увидеть. Дальше описание идет у нас. Тут мы были. Здесь мы ничего не трогаем. Да, вот здесь вот мы можем повыключать некоторые элементы из нашей вот этой вот всей красоты. Мы можем выключить фигурку снеговичков. Вот этого снеговичка на лыжах. Тут все отдельно сделано. Вот этого снеговичка в красной шапке можем выключить. Можем выключить елку. И можем убрать ветерок. И бэкграунд тоже можем убрать. Сейчас бэкграунд черный. Но я вам покажу, где вообще это можно в фотошопе даже переделать. Ну а так повыключать можно прямо в настройках модуля. Очень удобно. Значит, показывать эту сосну или не показывать. Стоит показывать снеговика. Это я так понимаю на лыжах. Дальше снеговик в красной шапке. Дальше идет ветерок. Показывать бэкграунд. Вот эти две настройки за бэкграунд отвечают. И дальше показывать снег или не показывать. Но это все стоит в положении показывать. Давайте сохранимся и перезапустим вот эту вот страничку. Здесь я уже модуль удалил. Перезапустил ее. И вот такая вот она стала, как была. А вот сейчас с новыми настройками перезапустим. И вот мы видим, есть и совсем маленькие снежинки, и те, которые мы побольше поставили. И цвет такой у них голубенький. Ну и кроме того, все вот эти вот картинки видны. Теперь по поводу картинок. Да, вот ветерок мне нравится. Хопа, и все поздувало. Где менять эти картинки? Очень просто. Заходим в папку с нашим сайтом. У меня она на локальном сервере. Но если у вас на хостинге, если вы сразу туда ставите, то через FTP подсоединитесь. И дальше вот корень сайта. Папка модуля. В самом низу будет папка модуль CJXMath. Заходим в нее. Здесь папочка Assets. И здесь папочка Images. Кликаем сюда. И вот здесь мы видим все вот эти вот изображения, которые там есть. Даже есть еще некоторые другие. Можно брать их и изменять под себя. Прямо в фотошопе открываете. Ну, с елкой будьте поаккуратнее. Просто здесь она еще мигает. Видите, в фотошопе сделано грамотно. Елку я бы оставил. Ну, хотя каждый, естественно, на свой вкус может это дело поменять. Вот такой вот интересный модуль. Надеюсь, это видео для вас было полезным и вам понравилось. Если это так, поставьте, пожалуйста, лайк. И не забудьте подписаться на канал, чтобы увидеть следующие интересные видео. А я на этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго. С вами был Виталий Куликов. Уже с наступающим Новым годом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова